Сразу шесть лебедей сменили прописку. В парк имени 50-летия октября птиц доставили из подмосковных питомников. Теперь здесь обитает 10 особей. Лебедям положено двухразовое питание. В него входит пропаренное зерно, ячмень, овес, пшеницы, геркулес и свежие овощи, которые предварительно измельчаются на терке. Еще птиц кормят мелко нарезанной рыбой, чтобы они не подавились костями. Лягушек и улиток они добывают себе из водоема самостоятельно. Новым жильцам по три года, рассказывает Елена Павлова. Она работает с птицами уже 7 лет. Раньше трудилась технологом на хлебопекарном производстве, но решила сменить сферу деятельности. У нас было мало лебедей, нам обещали привезти. Наконец-то мы их дождались, потому что бассейны были свободные, мы ждали их. Дождались наконец-то. Ну ждали, конечно, черных, нам привезли вот всех белых. В перспективе черных лебедей сюда также планируют подселить. А пока заботятся о том, чтобы и прежним постояльцам, и новичкам было комфортно. Для безопасности птиц их не выпускают из огороженных бассейнов в озеро. Также, чтобы исключить попытки побега, лебедям купировали крылья. Теперь работники парка ждут, когда молодые обитатели образуют пары. Придумать имена крылатым друзьям предложили жителям города. Учитывая, что мы постояльцев поселили в парке 50-летие октября, поселили их на озеро, также на этом озере работают наши аттракционные, катамараны и лодочки. Мы решили, что ничего не будет лучше, как максимально приблизиться к нашим лебедушкам и рассмотреть их с лодки с катамараны. Поэтому победителям, предложившим лучшие пары имен, лучшие комбинации, мы вручим приглашение на два лица, на посещение как раз наших лодочек катамаранов. До 15 июня администрация парков Самара рассмотрит все варианты и выберет наиболее подходящие имена для новых постояльцев. Особенно приветствуются парные имена – мужские и женские. Например, в Лебяжнике уже обитали Иван да Марья, есть Пёрышки, Гагаринские лебеди, а также Гуси, Гоша и Роди. Была и лебедушка Василиса. Можно использовать имена героев из фильмов и мультипликации. Сотрудники парка просят проявить фантазию и подобрать что-нибудь красивое. Свои предложения жители смогут размещать в соцсетях администрации города в комментариях под соответствующим постом. Поучаствовать в конкурсе уже желает Нина Амельченко. Она живет рядом с парком 50-летия октября. Парк у нас вообще замечательный, просто-напросто. Здесь ухоженный, очень приятно здесь гулять. Видели уже новых лебедей? Да, видела, конечно. Красивые. Красивые видела. Но я что-то как-то это... Как-то близко не получается, чтобы там пообщаться с ними, например. Но нравятся. Они красивые. Специалисты озвучили перспективные направления развития. Так, для этого парка планируется приобрести дополнительные понтоны, обустроить еще один бассейн, увеличить территорию отсеченной акватории для пребывания птиц, чтобы они могли плавать свободнее и радовать посетителей парка. Для этого сотрудники намерены проконсультироваться со специалистами Самарского зоопарка и ветслужбами. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.